Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Доктор Плюс» и ведущий Яровой Владимир Владимирович. У нас сегодня в гостях доктор Автальморох Лусине Крапитян. И мы обсудим такую тему, как глоукома. Наш доктор – окулист, и она занимается именно этим специализированно. Давайте мы у нее узнаем именно, что она думает по этой теме. Здравствуйте! Очень приятно находиться сегодня у вас в гостях и иметь возможность осветить такую важную социально значимую проблему, как глоукома. Глоукома является лидирующей причиной слепоты и слабовидения среди взрослого населения. В нашей стране цифра официально зарегистрированная сегодня более 1 миллиона 300 тысяч больных с глоукомой. Это только официальная цифра. Предполагается, что истинное число заболевших вдвое больше. Это группа, большая группа заболеваний и основными его проявлениями являются повышенное внутриглазное давление выше уровня толерантного. Толерантный или допустимый уровень, значение выше либо ниже которого уже считаются нарушениями. Это снижение зрения с типичными дефектами поля зрения и развитие глоукомно-оптической нейропатии. Оптическая нейропатия – повреждение зрительного нерва по какой-либо причине. Травмы и гибели этих нервных клеток нейронов приводят к характерным особенностям оптической нейропатии. Основным симптомом является потеря цветового зрения. Ну, я думаю, что нужно немножко, конечно, сказать о том, как устроен глаз. Он же имеет две больших камеры. Это одна, где стекловидное тело, и вторая, вот как раз, которая у нас находится впереди и где как раз вырабатывает. К факторам риска развития данного заболевания относится средний уровень внутриглазного давления, как ни странно. Какое оно в норме? Оно в норме очень интересно. Здесь нет однозначного абсолютного показателя нормы. Есть понятие индивидуальной нормы внутриглазного давления. У каждого человека он абсолютно свой. И этот показатель считается, это тот уровень офтальмотонуса, который измерен у человека в период отсутствия глоукомного процесса. Офтальмотонус – это давление, которое оказывает глазная жидкость на стенке глазного яблока для обеспечения его правильной сферической формы. Есть понятие статистической нормы. Вот диапазон статистической нормы варьируется от 15 до 25 миллиметров ртутного столба. И выделяют три зоны нормы. Это зона верхней нормы, средней нормы и нижней нормы, ниже 18 миллиметров ртутного столба. Считается, что средняя статистическая норма у здорового человека – это 19,9 миллиметров ртутного столба. Еще фактором очень важным является возраст. По возрасту. Можно же сказать, насколько я смотрел литературу, что глоукома может быть и у новорожденных. То есть она не только из возраста, она прогрессирует. Это другая глоукома совершенно. Поэтому мы говорили, что глоукома – это большая группа. Но основное, то есть 96% всех глоуком составляет первичная открытоугольная глоукома. Открытоугольная глоукома – это хроническая патология глаз со склонностью к прогрессированию, характеризующаяся повышением внутриглазного давления и поражением зрительного нерва. Она возрастная, она возникает с возрастом 96%. И возраст основной пациентов, то есть диапазон, когда возникает это заболевание, от 40 до 90 лет. Но наиболее часто выявляемость – от 60 до 69 лет возникает заболевание. Это связано не только с таким фактором риска, как возраст, но и недостаточностью выявляемости, диагностики. Различное, скажем так, вот, допустим, курение является одним из факторов, который повышает риск развития глоукома. Вот какие, что можно выделить людей, предостеречь, что у них есть факторы риска? Да, есть, безусловно, есть такие факторы. И кроме среднего уровня ВГД и возраста, важным фактором риска является генетическая предрасположенность. И выявлено, что у больных, вернее, у людей, у кого в роду есть больные с глоукомой, частота возникновения этого заболевания возрастает от 4 до 9 раз. Это достаточно много. И поэтому те пациенты, у которых в семьях есть больные с глоукомой, обязаны даже при отсутствии каких-либо жалоб обратиться к офтальмологу и измерить внутроглазное давление. Кроме генетического фактора, глоукома возникает у пациентов, у которых близорукость средней и высокой степени. Также важна роль снижения перфузионного давления. Церебральное перфузионное давление – физиологический показатель, характеризующий уровень перфузии головного мозга, является одним из основных показателей нейронаблюдения. Это разность диастолического давления, нижней границы второй цифры артериального давления, не систолической, а диастолической. Разность диастолического артериального давления и внутриглазного давления. Чтобы люди понимали, артериальное давление бывает систолическое и диастолическое. Систолическое – это верхнее давление, а диастолическое – это нижнее. Так вот, перфузионное давление – это разность диастолического давления и внутриглазного давления. Если эта цифра равна меньше 50 мм ртутного столба, то риск возникновения глоукомы очень велик. А вот роль артериальной гипертензии или артериальной гипотонии в настоящее время еще достоверно не доказана и является обсуждаемым фактором риска. Ну, все-таки, по всей видимости, артериальная гипертония как-то должна влиять-то? Она имеет косвенные механизмы. То, что мы обозначили выше, все эти факторы риска, они имеют доказательную базу и достоверно доказаны. Вот артериальную гипертонию на сегодняшний день пока еще противоречивые данные. По поводу клинических проявлений глоукомы, именно коварность этого заболевания заключается в том, что она протекает бессимптомно и часто обнаруживается абсолютно случайно на профилактических осмотрах. Или когда пациент обращается к врачу совершенно с другими жалобами, например, затуманивание зрения, мелькание мушек, напряжение в глазу, головные боли, слезотечение. Или, например, частая смена пресс-биопических очков, очков для чтения. То есть ему кажется, что нужно поменять очки, а на самом деле появляется глоукома. Здесь по поводу диагностики хотелось сказать, на продвинутых стадиях болезни, когда есть достаточно выраженные клинические изменения, и структурные, и функциональные диагностика не представляют особых затруднений. А вот диагностика начальной стадии глоукомы или… То есть сам человек никогда себе не поставит… Да, именно поэтому нужно повышать сознание наших пациентов, грамотность, отношение к своему здоровью. То есть профилактические осмотры нужны с какой периодичностью? После 40 лет эти осмотры должны быть один раз в год обязательно, при отсутствии каких-либо жалоб, потому что все ведущие к слепоте заболевания в офтальмологии, они в начальной стадии остаются незамеченным пациентом. Поэтому сам пациент никогда сам не придет к офтальмологу с какими-то конкретными жалобами. К сожалению, когда он обращается к врачу, уже время упущено, уже помочь ему нельзя, и сохранить качество зрения, значит, и качество жизни получается невозможно. Или так все пессимистично? Ну, к сожалению, да. К сожалению, не могу обрадовать и сказать, что вот с той же глоукомой это очень грозное заболевание, это причина необратимого снижения зрения. То есть это, и как правило, человек оценивает и осознает степень сложности, важности этого заболевания, когда теряет уже зрение на одном глазу. То есть до того момента, пока он остается зрячим и слышит про свой диагноз, он все равно не может так ответственно и с полным осознанием, что с ним происходит, понимать. К сожалению, это приходит только после потери. Здесь нужно людям сказать, что 90% всей информации, которую мы получаем, мы получаем через глаз. Вот эта визуальная информация, она заходит в нас максимально и создает вот этот как раз, то есть вся информация, которую принимает мозг, 90% всей информации, именно занимает визуальная. Потому нам нужно, в принципе, конечно, всех предостеречь, потому что зрение – это ваша информативность, как вы связаны с жизнью. С этим миром, да, совершенно согласна. И хочется вспомнить одну тяжелую пациентку, которую я увидела в годы ординатуры, когда сопровождала ее на исследовании. Она была абсолютно слепой на оба глаза, с сахарным диабетом, со всеми осложнениями микро- и макроангиопатиями, с ампутированной ногой, с перенесенным инфарктом миокарда. И она так очень грустно сказала, что она готова пережить еще одну ампутацию, лишь бы вернуть хотя бы светоощущение. Да, вот мне очень запомнились эти слова. И я хочу, чтобы каждый человек и каждый пациент, который заходит в кабинет офтальмолога, относился к своему здоровью. Ну, все-таки, как и что, лечебные какие-то мероприятия сейчас вот можно, в принципе, применить для того, чтобы как-то улучшить состояние? Да, в основном лечение глоукомы после того, как диагноз устанавливается, это гипотензивная медикаментозная терапия. Гипотензивная – это значит понижающая? Снижающая внутриглазное давление, да. В основном есть очень большой арсенал разных групп, и на сегодняшний день это препарат первого выбора. Есть также… В чем-то есть между ними различия? Какие более эффективные вы считаете? Да, они… Есть препараты стартовые, которые являются препаратами первого выбора. Препаратами первого выбора в настоящее время являются биодреноблокаторы, а также холиномиметик. Аналоги простагландинов, простамиды, есть очень много разных групп. То, значит, простагландины – это у нас гормоны. Да, ну, сейчас, если мы… Местного плана. Да, то есть они, некоторые из них снижают слезопродукцию, а некоторые улучшают увиосклеральный отток. Увиосклеральный путь – это отток водянистой влаги в оболочке глазного яблока, сосудистую и склеру. Эта информация необходима для понимания механизма действия, приобретающих все большую популярность современных глазных препаратов, снижающих внутриглазное давление с помощью улучшения именно увиосклерального оттока. Тем самым балансируя гидродинамику глаза. Все, что делается… Ну, то есть, говоря по-русски, они уменьшают внутриглазное давление? Они уменьшают просто разными механизмами действия. Если же давление цели не достигнуто… Давление цели – это такой уровень внутриглазного давления, на котором приостанавливается дальнейшая гибель нервных волокон зрительного нерва. Это то давление, к которому необходимо стремиться при лечении пациента с глаукомой. Есть такое понятие, как давление цели, которое зависит от как раз-таки индивидуальных норм пациента. Это то давление, при котором не происходит развитие самого грозного осложнения глаукомно-оптической нейропатии и снижения зрения. Давайте не будем ругаться. Нейропатия – это у нас… Это атрофия зрительного нерва. Нерва – частичная атрофия, естественно. Я думаю, что нужно немножко рассказать о том, что зрительный нерв – это особый нерв вообще. И он даже не является нервом по существу, это является вырост мозга. То есть он идет, образует бокал своеобразный, где как раз на внутренней стороне этого бокала и находятся вот эти светочувствительные наши клетки. Они как раз там палочки и колбочки. И они собираются все в определенном месте больше всего. И еще нужно интересно сказать, что наш мозг, он дорисовывает ту картинку, которую создает глаз. Совершенно верно. Потому что человек видит мозгом. То есть глаз как проводник. Там есть светочувствительные элементы, а формирование всего вот этого происходит у нас в затылочной части мозга, где и находятся зрительные центры, корковые центры. Здравствуйте, уважаемые врачи. Скажите, пожалуйста, какие факторы являются главной причиной появления глаукомы? Спасибо за вопрос. Но это опять-таки вопрос о факторах риска. Но здесь надо понимать, что самым важным фактором риска развития этого заболевания является именно средний уровень внутриглазного давления. И повышение этого среднего уровня внутриглазного давления является одним из самых значимых факторов риска. А также на втором месте это возраст. И вот ваш образ жизни, строго говоря, не сильно может повлиять на появление заболевания. На усугубление, например. На усугубление. На усугубление, может быть. Например, если человек вышивает бисером и сильно напрягает зрение, причем чрезмерно и без остановок. Я хотела сказать, что такая мелкая работа или длительные наклоны вниз головой, когда меняется анатомия передней камеры и ухудшается отток внутриглазной жидкости. Но на появление, на начало заболевания это не так сильно влияет. Это все-таки профилактика. Это все-таки профилактика. И ни один человек никогда не узнает, будет ли у него глоукома или не будет, потому что он там правильно жил, питался антиоксидантами и так далее. Антиоксиданты – это молекулы, которые борются с окислительными процессами в организме, вызванными свободными радикалами. Последние представляют собой твердые, жидкие или газообразные нестабильные частицы. Занимался, бегал и так. Ну, нельзя. Ну, а холестериновые все вот эти вот дела, которые влияют на этот самый насосуд. Это все имеет усугубляющее, но не пусковым. Все-таки это не пусковые факторы риска. Спасибо. Вам спасибо. Дорогие друзья, с нами сегодня в студии была Лусинэ Карапетян, кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог. Давайте мы поблагодарим ее за такую содержательную беседу. Всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok